Всем привет! У меня такое летнее видео уже, потому что я получила посылочку с этой маечкой. Это Lime. Сейчас закрою адрес, покажу вам просто. Мне интересно такой пакетик красивый. От Lime он пришел. Грязный, правда. Вот, и мне понравилась эта маечка. Увидела у одной девушки, на которой я подписана, и сразу же заказала. У меня размер S. Плотная маечка, хорошая горло. У меня уже есть подобная маечка, но только это борцовка сзади. Мне очень понравилось, что горлышко такое широкое, плотно прилегает, хорошо сидит. Вообще у меня такая любовь к ткани в полосочку, вообще к изделиям в полосочку. У меня есть футболка, я показывала ее как-то мне очень. Она нравится, такая мягкая. И вот эта маечка у меня теперь есть. Ну, вот так вот просто носить, я думаю, это просто летом куда-нибудь там на пляж, на дачу поеду. А вообще в городе можно носить под пиджак, потому что вот так просто борцовочки я не очень люблю. Остану сейчас. Вот. Такая... Такая я большая, будто бы просто приближена. На самом деле я гораздо худее. Ну, просто смотрю и думаю, а то получится как антиреклама. Конечно, такие вещи способны увеличивать, но у меня нормально. Лишние килограммы мне не повредят. Я когда ее получила, я подумала, что она плотнее. Почему-то мне она показалась легкой, потому что чуть как будто прозрачная. На самом деле нет, не знаю, почему мне так показалось в первый момент. Она плотная, хорошая такая качественная маечка. Чуть-чуть ниточки торчали сзади, я их отрезала. Не буду с удовольствием носить. Я почему-то еще подумала, что это синтетика. На самом деле здесь хлопок 94, кажется, процента и 6% всего лишь эластан. Я думала вообще-то наоборот. Но нет, такая хорошая маечка. Рекомендую. Вообще в лайме очень-очень много достойных продуктов. Мне нравится, как они шьют. Очень хорошо. Но речь сегодня у нас немножко о другом. Не о покупках. Это просто вот на дело показываю вам. А вообще я хочу вам сегодня показать макияж. Вот с этими румянами. Помните, я вам говорила, что покажу румяна, когда получу еще клетопо блеск для губ. Я его получила, поэтому начнем. Начнем вот с этих румян. Это из коллекции для подростков. Но мне понравился так оттенок, поэтому я купила. Я снимаю без цвета. При дневном свете он вот тут. И потом я включу свет. Хочу вот так вот прям ярко нанести. Показать вам, как можно наносить эти румяна поярче. Потому что в прошлом видео, когда я их не получила, у меня был такой чуть-чуть совсем легкий макияж с этими румянами, которые я нанесла там же в магазине. А сейчас хочу показать посильнее. Моя прическа сегодня совершенно не соответствует. Я так волосы назад зачесала, только потому что хотела майку показать во всей красе. Но к румянам это не очень. Потому что мне хотелось такое более молодежное показать. Макияж. Молодежный я сегодня точно не выгляжу. Почему я прямо сюда наношу? Потому что, если вы видели японские макияжи, у них всегда прямо отсюда идет вот так макияж. И до конца вот так вот так. А еще здесь можно какие-нибудь блесточки. Сейчас мы с вами это сделаем. Еще сильнее нанесу румяна. Вот так это должно выглядеть. Вообще румяна всегда освежает. А сейчас я нанесу вот этот стик для блеска. Вот сюда чуть-чуть. Чтобы вы понимали, как можно использовать румяна эти. Чтобы можно было сделать его прозрачно-воздушным, совершеннолетним. Пока еще нет загара, можно вот так вот играться. И с этой стороны. Вот. Закрываем. Мне так нравится вот эта вот крышечка. Эти румяна можно купить для девочки от 13 до 16 лет. Вообще-то это линейка. Но я купила себе. Теперь давайте покажу Кле Депо. Это блеск для губ. У меня единичка. Давно хотела. Просто ее не было на сайте. Вот. Долго думала, какой карандаш. Даже спрашивала у вас. Но мне так никто и не посоветовал. Выбрала вот этот люстр. 19,99. Как раз, мне кажется, он будет сюда идеален. Правда, это будут совсем бледные губы. Но у меня цель показать какой это блеск. Можно его, конечно же, на любую помаду нанести. Будет просто ваша помада с блеском. Ну, я хочу показать на ненакрашенные губы этот карандаш. Подходящий по цвету и блеск. Боже мой, я сегодня накрасила тушью Tom Ford. Это самая ужасная тушь, я вам хочу сказать. Я буду снимать в пустых баночках. Но это просто реально самая ужасная тушь. Она с самого начала была вроде неплохая. Но отпечатывалась не так сильно. Со временем она стала так отпечатываться. Вот. Я просто иногда не посмотрю на себя в зеркало. У меня нет привычки на улице, там где-то вместе, в ресторане, там сидеть, смотреть на себя. Вот здесь все отпечатывается. Даже вот здесь отпечатывается. Я не знаю, каким образом вот сюда выпадает эта тушь. Ну, это просто ужас. Я вообще ее никак не рекомендую. Она прекрасно поднимает реснички. Но это того не стоит. Так, давайте накрасим губы. Вообще этот карандаш, видите, какой белый? Он просто как хайлайтер. Его можно как для галочки сюда, вот сюда, вот тут вот использовать. Но я его выбрала, потому что он очень на помаду похож. Можно растянуть чуть-чуть цвет. Снова выключила свет, чтобы вы посмотрели. И давайте теперь нанесем. Тогда уже не буду включать. Включу, как нанесу. Очень здесь кисточка приятная. Посмотрите, она такая удобная. Как будто перевернутая. Она прямо точно повторяет форму губ. Очень я ее люблю. Это прозрачный блеск абсолютно. Чуть-чуть есть какая-то розовинка, но на губах ее вообще не видно, если только не при ярком солнечном, скорее всего, даже свете. Тогда будет заметная. Розовинка так, они просто блестящие. Так, кладешь сюда. Проводишь и... Очень ровненько, приятненько. Это абсолютно нелипкий блеск. Один из самых блесков лучших. Мне бы хотелось чуть побольше цвета. Цвета мне хотелось бы именно вот такого розового, чтобы он его на губах был, но его так особо не видно. Все-таки я повторюсь еще раз. Может быть, у вас есть какой-то карандаш, который подходил бы к таким блескам. Я буду вам признательна, потому что я пока его не нашла. А еще знаете, что этим карандашом можно делать? Можно тонкий носик себе рисовать вот так. Потом чуть-чуть вот так. Такой будет тоненький вроде как. Хотя почему-то у меня получилось больше на аватаро, я похожа. Ну вот такой макияж. Покажу четверочку все-таки вам еще. Абсолютно такой же, просто другой оттенок. Но здесь уже есть хороший оттенок, его видно. Он не такой, как вот на мне сейчас. Не такой блеск, а вот именно оттенок. Вот, ну вы понимаете, да, что если розовый карандаш какой-то нанести и сверху вот этот оттенок, то будет как раз, наверное, он покажет себя во всей красе. Смотрю я сейчас, снимаю видео, смотрю на себя и думаю, все-таки как меня раздражает. Посмотрите, с этой стороны так ровно. А здесь хоп! И вот так идет. Видите? Я не знаю, почему, почему во мне это вообще есть, но меня раздражают вот эти неточности. Наверное, поэтому я люблю брендовую одежду хорошую. Там такое бывает редко все-таки. Можно сказать, конечно, 1500 рублей, что ты хочешь. Но это же понятно, что это ошибка. Либо швеи, либо закройщика. Неправильно выкроили, и я все время хочу вот так сделать. Ну, смотрите, как вот идеально. Но нет же, вот так. Вот я такая. Мне написали, чем только люди не страдают. Ну, пусть буду я такая страдалица, но меня это раздражает. Я хочу, чтобы было идеально. Почему нет? Так, приближусь к вам. Покажу румяну. Помаду. Вообще мне нравится. Красивая помадка. Вот такой легкий летний макияж. Представьте, что еще будет загар. Для меня. Вот. Вот же у меня есть загар. Нанесу. Его можно наносить, кстати, поверх макияжа. Чтобы и освежиться, и загар был. Вот так сделаю, чтобы на свою маечку не попало. И нанесу. Когда-то не туда нанесла, что-то случилось с распылителем. Прям такой мощной струей распылился. Но вообще я его люблю летом. Особенно дополнительный загар получается. Это Джеймс Рид. А то я показала, но не сказала, что это мист для лица. Обожаю его. По-моему, не сказала. Блеск я купила в золотом яблоке. Оставлю вам ссылочку. Посмотрите. Ищите промокоды. Обычно бывают промокоды в золотом яблоке. Всегда я купила его именно так. У меня еще там баллы были. В общем, мне он обошелся выгодно. Чего и вам желаю. А я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока.